вы думаете мы шутим до 25 февраля 6 часов утра я проснулась я вчера влегла в пол одиннадцатого абсолютно легко проснулась 6 утра и сейчас пойдем посмотрим проснулась ли маша на сегодня собиралась встать в 5 но я знаю что она легла немножко позже чем я поэтому вряд ли она встала в 5 я уже достала с батареи свою воду сейчас я попью воды и пойду к маше странно светится вытяжка на кухне неужели маша уже ходил вот это да и окошко у нее открыто и читает она уже ну я еще не читаю я еще планы свои просматриваю представляю каких выполняю сейчас я буду свои 6 информаций в голове ну верить в них как бы и да а потом буду читать молодец ну я в 6 я на 6 будильник поставил ты на сколько а легла вы сколько я тоже кстати не переключала сегодня я конечно не встала прям сразу я еще лежала но я уже бодрствовала эми бегает в колесе еще прикинь уровень проснуться тогда когда твой хомяк еще не спит эми ты не ожидала меня увидеть такую рань что делают хомячки по ночам и таки рано многие люди устают и раньше потому что им далеко добираться на работу но сам факт вставать на час раньше чем обычно и за этот час успевать сделать то что другие люди не делают я уже позанималась маша уже почитала поразвивалась что там еще на дело в общем все сделала что хотела так и теперь слишком много времени свободного поэтому надо придумать надо придумать еще что-то почитать еще не будешь мне я начинаю засыпать когда больше чем полчаса читаю тем более в кровати утром рано я не я утром читаю полчаса мне этого с головой хватает плане количества информации и как раз не через силу я придумала что ты будешь делать по утрам когда у тебя времени остается много чего что ты будешь монтировать видео на свой новый канал а это да про уже пожарила зачем ты его еще жаришь маша себе делает завтрак я попозже позавтраку я предложила если же ну да я еще не хочу маша сделала себе яичницу и тост и сейчас будет делать то я пошла читать очень не читал нет да я собирала вещи из черташи уезжают а потом документы которые пособирать это было главнее поняла чуть ничего не забыть точно я аж ей захотела уже запахи последнее время у меня новая движуха я всего делаю на один кусочек больше чем надо это как прикол с шоколадкой который можно отрезать так чтобы всегда получался денежный кусочек я авокадо все время знаете пытаюсь экономно нарезать чтобы нового тоста хватило и в итоге одна долька у меня остается с рыбой то же самое просто клади ее сверху словом ножи хотела сказать сначала положи а потом передумала и сказал ну да не серьезно мама пытается настроить часы у нас этим проблемой не какие-то сложные я сделала завтрак рыбка тосты яички и одно немножко покалетилась буду кушать вам приятного аппетита приятного аппетита всем как бы а что это такое почему у нас опять снег хоть одно радует да люди зонтика маша вчера создавая свой канал вернее баннер почти доела по моему я бы сняла конечно машу но она никак не оденется ну вот все теперь до половинки могу снимать маш как тебе погода ты в восторге домовой стучится погода да я давно о такой мечтала а серьезно ну моя любимая ты знаешь я с ума схожу так вдохновляет позитивная ой куда это не такой толпой большой смотри на экскурсию да надо зонтик брать маш походу я просто не хочу надевать ту куртку или хочу надо вылезти в 8 зонтик зонтиком намного будет тебе приятнее мокрые так считает дождь и люди он зонтиком идут и нормально все намокнешь куртка будет мокрой штаны будут мокрые когда идешь до метро а кто идет гулять тоже лайма открыто надо смотрите что же делается на улице ваша любимая погода она пунктуальная всегда приезжает на 15 минут раньше и контролирует свое время магия утро это ты сегодня себе придумала аффирмацию еще вчера у меня уже их шесть а ну-ка я не помню начнем с меньшего но самого главного это сухой шампунь сейчас нормальная голова просто объем чуть добавляется и после учебы голова еще будет в порядке батарейки нынче не дешевые и что ты пунктуальная действительно и пунктуальная ты всегда приходишь на 15 минут раньше тогда ускоряйся все делай быстрее на диване бутылку с водой стоит на диване бутылку с а качаем руку держим бутылку с пользой нет да одно одно вчера я съела финики есть шо яблоко мытое финики нет но они будут мокрые их надо было вчера помыть и посушить а будут липкие у тебя неприятным это твой power bank мой на зарядке который заряжается внешнадо суд я сегодня уезжал в черкассы пару дней на два-три дня ну и валю а маша пятница уезжает на соревнования но я надеюсь что мы до пятницы с тобой увидимся я приеду ты еще будешь думать и во сколько уезжаешь поздно вечером а да я приеду я тебя на ж.д. вокзал отвезут наверное уже три минуты давно прошли все равно там запасы еще запасы у нас до кукусики так непривычно тебя видеть в кофте в обтяжку решила что ты денешь а чё черная теплее ну короче а это длиннее на не такая теплая до длиннее это теплее ну а что ты тогда размышляла типа что там жарко будет тебе все спрашивают комментариях делали такой шар неудобный кстати под прошлым видео многие ответили правильно задание выполнили видела но я задание им оставила в описании нет не смотрела лишь тебе скинула именно такое задание короче они должны были собрать из восьми последних видео слова я буквы зашифровала в описании и написать его в хэштеге многие написали может некоторые конечно списали было слово я молодец но не слова слова сочетания так что молодцы читайте описание может там будут еще задания я всегда описание делаю подробное что было в этот день даже то что не попала во влог ну допустим оно происходило я это могу написать в описании как бы на более добавляет понимание что было в этот день у нас все ты молодец ты ключи взяла я же еду это ее и был я где-то нашла так но я сейчас себе буду готовить завтрак на завтрак я себе приготовлю яичницу и наверное тоже съем тошку с рыбкой это было вкусно только я использую другой сыр для тостов мне больше нравится вот это как раз осталось два кусочка тостового хлеба ну я сделаю себе один у меня много два яйца и два тостового хлеба Маша ест больше чем я и не положено больше так что варете потише можно пожалуйста так я нагрелась уже сковородкой сейчас я сюда немножечко добавлю масло обязательно яйца нужно помыть конечно это яйца из магазина но все равно есть опасность сальмонеллеза на фабриках такое редко бывает но бывает а вы знаете что яйца можно вот так разбивать я раньше всегда разбивала об край сковородки и очень часто яйцо растекалось на внешнюю сторону сковородки а потом увидела в каком-то видео у кого-то на канале как просто его тупают об стол и то же самое вот так обычно раз и вот так течет но это это не потеки это просто здесь выгорела сковородка мой завтрак готов сейчас нужно поменять еду птичкам то что ты уже жрешь и кушаешь прости я еще не поменяла мою кормушечку обязательно ну если она испачкана она бывает остается чистая бывает они ее пачка я ее тогда мою это специально их мочалочка здесь у меня корм их ложка и в каждую кормушку я насыпаю по 2 чайные ложки полторы-две чайные ложки на одного попугайчика в день рассчитана еда я по две им насыпаю и они же не едят зернышки они их лузают лузкают или как это не знаю правильно как сказать на русском даже щелкают то есть скорлупа шелуха остается а зернышко ядро они съедают потом шелуху на следующий день я выкидываю новые зернышки насыпаю все сидите теперь кушайте приятного аппетита приятного аппетита укусила ты чего Тошу кусаешь сидит на кормушке и не ест его донимает смотрите Тоша кормит лайму видели только что ее покормил своего клювика вот этого она от него и просит да ты просишь чтобы Тоша тебя покормил Тоша должен выше нее съесть для этого и сам поесть должен сначала так мой завтрак уже остыл наверное нужно срочно его кушать добрый вечер я почему-то белая очень я дома сейчас времечко у нас 8 вечера недавно пришла после пар еще были кое-какие дела надо было с кое-каким сейчас дома готовлю ужин себе потому что хочу нямать и буду есть мне нужно еще пару дел сегодня сделать типа помонтировать видео типа сходить душ в школу помыть не помню что еще короче у меня все записано в дневнике сейчас кстати надо глянуть и в принципе все лечь надо сегодня пораньше в 10.30 я бы хотела лечь потому что вчера я легла в 11 вставала в 5.30 было так тяжелее чем обычно поэтому я хочу лечь не в 11 а в 10.30 полчасика еще добавлю себе сна будет как раз самое оно просите очень показать планер поэтому не буду уже тянуть сейчас чуть-чуть вам расскажу как и все планирую вот так вот я расчерчиваю каждую страницу карте 30 это один отдельный день вот тут у меня уже все заполнено это уже все сделано как бы да вот так это выглядит с нуля значит я отмечаю день недели отмечаю число пишу список дел 10 галочек то есть 10 дел я себе расписываю больше стараюсь не делать чтобы не перегружаться то есть как раз здесь дел это золотая середина для меня из того что нужно обычно я не доделываю где-то два-три дела из списка просто ну потому что возможности нет я переношу их на следующий день или на пару дней вперед дальше планы на день и здесь где мне планы на день я пишу конкретное время и событие которое будет то есть не полностью распорядок дня пишу по времени а только время и событие конкретного запланировано вот допустим смотрите в 23 18 в пятницу у меня будет поезд на днепр мы едем на соревнования и у меня стоит время вот этого события вот пару дней назад у меня было на 16 30 срок вождения на 14 10 истории хореографического искусства то есть пишу конкретно те дела которые мне запланированы на какое-то определенное время и самое последнее здесь заметки и список каких-то важных покупок обычно пишу сюда не продукты а что то что прям вот давно хочу купить но все время забываю в принципе вот так и так выглядит каждый день то есть список дел 10 дел планы на день конкретно по времени заметки список покупок все больше пока что ничего не делаю можно еще определять процент своей продуктивности писать где-то можно отмечать еще какие-то дела типа приоритеты расставлять типа первая важность вторая важность третья важность ну короче пока что так дальше буду смотреть чего мне не хватает уже добавлять но сейчас меня все устраивает и я разными ручками это делаю чтобы было веселее вот так вот так у меня уже гречка там наверно жарится пока я планер показывал она как раз готова выключаем добавляем масло блин я купила короче курицу что хотела любимую свои котлеты сделать пришла домой лука нет купила сыр купила курицу а лука нема а и яиц короче не получится котлеты так что скорее всего сейчас просто пожарю курицу а кстати мама уехала в Черкасс не знаю снимала она уже вам это рассказывала или нет она уехала на пару дней по делам так что я сейчас на хозяйстве до пятницы сегодня вторник буду вам вложить рассказывать про свою очень увлекательную жизнь и завтра стою в пять тридцать поэтому начну вам снимать с самой ранней только что наснимала кучу историй в инстаграм где рассказывала про эту методику по которой мы сейчас с мамой просыпаемся где рассказывала про все что связано с книгами ну короче отвечала на вопросы так что если вам интересно все это знать с первых уст можете подписаться на мой инстаграм там очень много интересного и сейчас я уже гречку себе насыпала курицу решила не делать нашла у нас говядину я забыла про нее добавила сюда буду кушать и потом уже спадки потому что я реально уже устала сейчас десять часов без пятнадцати мне сейчас нужно быстро поесть сходить в душ и лечь спать потому что я завтра не встану если еще что-то буду снимать то добро пожаловать дальше а если нет то спокойной ночи но я думаю я еще что-то буду снимать все я уже ложусь спать сейчас как раз одиннадцать без пяти так что я по графику у меня отключили горячую воду я включила бойлер за ночь он нагреется я уже утром приму душ прикиньте пока танцевала короче там отключилась вода и слава богу что это случилось не тогда когда я была в душе уже с намыленной головой вся в пене так что утром схожу в душ спокойно я ложусь уже всем сладких снов люблю вас обожаю и на этом влог закончу спасибо за то что были с нами надеюсь он вам понравился а я спать пока подписывайся на канал ВВиктория вот так надо сказать давай да надо давай приготовьтесь и подписывайся на канал ВВиктория